Всем привет! Вы на канале Теннис Здесь, и мы продолжаем рубрику ТОП-3 ошибки любителей теннисистов. Как и всегда, не забывай подписаться, поставить лайк этому видео, а еще поддержи по ссылке в описании нас, если хочешь, чтобы такие ролики выходили чаще. Погнали! Итак, сегодня мы разберем ТОП-3 ошибки у теннисистов-любителей с удара слева, с бэкханда. Две ошибки будут самые распространенные и очевидные, а одна неочевидная ошибка, поэтому не переключайтесь, досмотрите ролик обязательно до конца. Итак, одна из первых самых распространенных ошибок на ударе слева, это когда замах опять же-таки делается снизу, как у нас было в предыдущем видео, кстати, переходите, вот здесь вот появится ссылочка, посмотрите ТОП-3 ошибки с удара справа с форханда. Так вот, слева та же самая ошибка, опять замах ведут через низ и выводят на удар. Замах у нас находится, сразу опять же-таки ракетка высоко, и замах у нас находится вот в такой вот позиции вертикальной. Хватку правильно, локоть сильно не сгибаем. Вот здесь у нас позиция, сейчас руки возьмем правильно, смотрите, вот здесь еще одна ошибка, которую мы разберем дальше. Сейчас Настя взяла ракетку сбоку, а ее надо держать сверху, соответственно, вот дальше от себя, держи, держи, дальше от себя. И вот ракетка вертикально у нас в замахе, то есть голова ракетки смотрит практически в потолок. Дальше что мы делаем? Мы отсюда отводим максимально ее назад, выпрямляем руки, и здесь уже и правая, и левая рука выпрямляется на ударе. Снова идет ручка ракетки вперед на удар, здесь перед собой встречаем, подальше от корпуса, и прикрываем. Про окончание мы тоже расскажем чуть позже. Приглашаем на регулярные теннисные сборы в Подмосковье и за границей. Наша команда проводит групповые выезды в лучшие отели, по системе все включено. Группы не более четырех человек, распределение по уровню игры, динамичные тренировки без простоев и ожидания своего удара, лекции от ведущих тренеров, викторины и квесты на теннисную тематику, подарки от постоянных партнеров Кэмпа. И, конечно, знакомство с крутыми людьми из разных профессий, которых объединяет теннис. Зарядись теннисом на максимум. Вся информация по ссылке в описании или на сайте tenniscamp.ru Замах. Вниз ручка. Точка удара. Окончание. Важно не делать замах, как в бейсболе. Некоторые, когда слышат, что я прошу замах сделать сверху, начинают тянуть ракетку к затылку, к голове, вот сюда. Так не делаем. Тянемся ракеткой туда, к стене, которая за вами. Туда тянемся. Руки почти полностью прямые. Да-да-да. То есть левый локоть тоже практически полностью прямой. И отсюда уже выпрямляем их полноценно. Проводим движение до конца. Вот замах. Ударная сторона смотрит у нас в сторону. Дальше она смотрит прикрыто в пол чуть-чуть. Опаздывает. И отсюда на мячик и окончание. Давай, теперь с правильным замахом. Как в него выйти? Вы просто готовитесь. Перед собой ракетка. И она уходит здесь, никуда не опускаясь. Она просто идет в параллели. Вот здесь вот. Теперь постарайся, чтобы когда она у тебя падала, не было паузы внизу. Вот это тоже частая проблема. Что из верхнего положения она, ты роняешь ее без паузы. Сейчас у тебя есть остановка внизу. А попробуй ее не делать. Вот замедление внизу есть. До сих пор есть. Поняла, о чем я прошу? Ну, почти. То есть, что я хочу? Чтобы пауза была вот в этой позиции, а вот здесь ее уже не было. Пауза здесь, а здесь уже ее нет. Пауза в вертикальном положении, а дальше ее уже нет. Вот лучше было. Вот. Вот это гораздо лучше стало. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка будет тоже под видео в описании. Там очень много новостей из мира тенниса. Следующая частая ошибка на ударах слева с бэкхенда, это окончание. На окончании локти у любителей очень часто прижаты к корпусу. То есть, вот таким вот образом локти прижимаются к животу, к боку сюда. И окончание неправильное, неполноценное. Нам нужно протаскивать дальше движение вперед. И чтобы локти на окончании смотрели левый вперед, правый в сторону. Вот таким образом. Вот оно. Как ее исправить? На самом деле, достаточно просто. Своё левое игровое плечо тащите максимально долго вперед по направлению, куда вы хотите сыграть. Ну, то есть, за мячом. Вот это левое плечо игровое после замаха. Долго-долго его тащим по направлению за мячом. То есть, ты сыграла мяч, и дальше вот оно выходит, куда ты хочешь его провести, этот мяч. Дальше оно смотрит вперед по направлению мячу. То есть, вот это плечо левое смотрит. Руки на ракетке рядом, Настя. Ага. Внизу паузу не делаем. Вертикально уронила, протащила. И обратите внимание, сейчас вот давай удар и замри. В движении какое ты сделала. Хоп. Окончание. Левый локоть смотрит вперед, а правый смотрит в сторону. То есть, локти не прижаты к корпусу. Отлично. Пишите в комментариях, какие самые частые ошибки у вас на ударе бэкхенд. Ну, а теперь неочевидная ошибка, которая тоже бывает у любителей. Это ошибка в хватке ракетки. Многие берут ракетку правой рукой правильно. Ну, практически универсальный хват. А левый берут сбоку, вот таким вот образом. И что происходит тогда? Смотрите. Очень сильно сгибается левый локоть. Идет больше не удар, а толкание мяча. То есть, вот такой вот упор происходит. Из этого положения сделать хлесткий удар уже невозможно. То есть, будет вот такие вот ковыряния, выталкивание мяча. Что нам сделать необходимо? Нам нужно ракетку держать сверху. Вы смещаете хватку. Да, слева она немножко смещается от универсальной в сторону. Видео по хватку вы можете посмотреть на моем канале. Но я ракетку держу сверху. То есть, не сбоку, а именно сверху. И посмотрите, как у меня выпрямляются локти. То есть, вот была ошибка, вот стала. Вот на замахе локоть может быть согнут. Это абсолютно нормально. И дальше я выпрямляю их. То есть, они у меня прямые, когда я встречаю мячик. Теперь смотрите, как это можно исправить. Давай мне ракеточку. Делаем галочку двумя руками. Правая снизу, левая сверху. Галочку как будто вот... Летим вот так вот. Вот, да. Отлично. И смотрите. Даем ракетку своему ученику. Так, чтобы он ее схватил сверху. Вот, когда галочку взяли, схватил сверху. Давай еще разок. Правая рука снизу для правшей, левая сверху. Все верно. И вот так хватаем. И смотрите, обратите внимание, я дал хватку не универсальную. Не вот так вот дал, а немножко под углом. Чтобы сразу была верная хваточка у спортсмена. Дальше. Замах через верх. И удар. Обратите внимание, что локоть на замахе может быть немножко согнут. Но когда она его выводит на удар, уже на ударную позицию ракетку выводит, то локоть выпрямляется. Давай пять. Это было топ-3 ошибки с удара бэкхенда. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть еще много интересных видосов. Не забывайте поддержать нас по ссылке в описании. До встречи в интернете! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова